Всем привет! С вами канал MarosLive. В сегодняшнем выпуске расскажу вам последние актуальные новости из Чехии. Итак, главная новость. Это чешское правительство продлило чрезвычайное положение. В пятницу, 30 октября заседали. Они там целый день думали, гадали, до какого числа продлевать это чрезвычайное положение. В итоге продлили все-таки до 20 ноября. Это новая конечная дата, надеюсь, этого чрезвычайного положения, которое сейчас проходит в Чехии. Сразу же хочу сказать, по визам информации никакой нет. Касается эта информация тех людей, которые сейчас сидят здесь, в Чехии, работают, точнее, до 16 ноября. Поэтому, как и ранее говорил, если кого интересует, задавайте вопросы Цезенецкой полиции в каждом своем регионе, в своем крае. Пишите, звоните, спрашивайте, можно остаться или нельзя остаться. То есть они только знают. Не агентура, не прямой работодатель, а именно Цезенецкая полиция. Это первая новость. Вторая новость, тоже такая немаловажная. В Чехии уже новый министр здравоохранения, предыдущий Роман Примула, пробыл аж 39 дней, ребят. Напринимал там кучу ограничений. В итоге его попросили уйти в отставку. Почему попросили уйти в отставку? Вообще смешно, потому что сам нарушил свои же ограничения. Пошел в ресторанчик, навстречу, после 11 часов, когда все рестораны были закрыты. Поэтому его попросили уйти из поста. Вместо него уже новый министр здравоохранения. Так что вот так вот здесь решаются эти кадровые вопросы. Но напоследок опять же этот Роман Примула еще напринимал кучу интересных нововведений. Одно из которых это ведение комендантского часа. Так что здесь теперь в Чехии с 9 вечера до 5 утра гулять запрещено, ходить запрещено. Нам выдали такие бумажечки специальные на работе с печатями, с подписями, что мы в какие-то смены ходим домой, можем ходить по улице в такое-то определенное время. Ночные смены идем на работу, либо от половины смены идем с работы. Так что у кого тоже такие бумажечки есть, делитесь этой информацией. Кому там дали, может какие-то другие пропуска, либо еще какую-то информацию для полиции в Чехии. Еще такая новость, это закрытие магазинов, ограничение покупок в выходные дни. То есть в воскресенье уже полностью закрыты магазины. Соответственно продаваться ничего не будет. Так что у кого шестидневочка, ребят, готовьтесь в субботку, либо в пятницу уже ходить в магазины, тариться продуктами. Потому что в воскресенье этой возможности у вас не будет. Ну и соответственно тоже сокращение рабочих часов. Уже было там до 9 часов, теперь до 8 часов. То есть вот такие основные новости, которые сейчас происходят в Чехии. Вот я сейчас нахожусь в парке, видите какая сзади меня аллея. Это все построили буквально в этом году. Приятненько теперь ходить. Так что можно ходить здесь без масочки, людей вообще минимум. Там кто-то где-то гуляет в парке, кричат. Так что такая вот ситуация. Ну а так в целом жизнь прекрасна. Знаете, рано или поздно все это закончится. И карантин, и коронавирусы. И через 2 месяца уже этот год закончится. Поэтому надеемся, все будет хорошо. Но перед тем, как закончить это видео, еще у меня один опрос к вам. Недавно у нас случилась такая ситуация. Мы смогли вернуть деньги по страховке. Был у нас страховой случай. Если интересно вам это, то я могу снять отдельно видео, чтобы полностью подробно рассказать, как мы возвращали эти деньги. То есть, если интересно вам, пишите в комментариях, да. Если не интересно, нет. Только я надеюсь, конечно, чтобы вы чуть поактивнее участвовали. Не так, как с анонсом с Тойотой было. Просмотрело почти 4 тысячи человек, а всего лишь ответило около 25 человек. Поэтому, если интересно это видео, да. Если не интересно, то нет. Ну, у меня на этом все. Увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Ваш Мороз Лайф. Пока-пока.